Господа и дамы, мы продолжаем играть в Charter Stone. Сегодня мы играем в шестером. К сожалению, все игроки в кадр не влезли. Вот, в общем, действительно. Сегодня со мной Денис, Серёга, Руслан, Славик и Вовчик за кадром. Руслан чуть подвинется, ты его тоже. Я тоже не влазью, ну и что? Да, мы продолжаем, значит, партию в Charter Stone, вторую будем играть. Если вы хотите узнать вообще, что за игра, лучше вам посмотреть, наверное, наше первое видео. Ссылка на который будет в описании. Да, мы продолжим и к правилам уже возвращаться не будем. Будем исследовать новые только правила. Ну что, давай начнем. Во второй партии у нас появилось задание от Вечного Короля. Больше всех монет и ресурсов. У кого в конце этой партии будет больше всех монет и ресурсов, то сразу получит звездочку. За звездочки, напоминаю, прокачиваем сундук. Сразу эту звезду получит. Если таких игроков двое, ну, равное количество, то оба получат звездочки. У кого больше монет, да? У кого всех монет и ресурсов. То есть надо накапливать монеты и ресурсы. Ну, начнем. Я первый. Личность выбрались. Личность. А, мы все выбрали личность у новых игроков. Так как за них играли. Логично, да, что? Так как за них играли Автомы у некоторых. У Вовы, например, нет личности. У Славика нет. Человек без лица. Сергей у нас плотник. Я рудоискатель. Руслан Каменотес. Я крестьянин. За здание, которое требует в качестве платы зерно, я буду получать 1 победу. У меня аналогично за железо. У него аналогично с деревом. Также у нас после первой игры остались. У меня помощник новатор. Друг есть. Если вы получили монеты при посещении здания в этом владении, получите еще одну монету. Монету получили? Если я вот здесь получаю. А, в своем. Нет, там нарисован он в dzięki. При посещении здания в этом владении, получите еще одну. А, вот нарисован он. Вот в этом, в желтом. То есть я в своем получаю монету. В своем. да то я еще также у меня помощник новатор и после посещения чартер соуна получите еще два победных очка то есть если бы скрывать ящики не 5 а 7 и два здания у меня не построены вина курния рынок пшеницы у меня только два ящика не открытых так ну я хочу строить здание изначально поэтому мы идем за пшеничкой а можно мне получить ресурсы за то что у меня три ресурса должен быть где нет это когда ты заполнишь полностью тебе будет один один добавишь вот сюда нет ты в начале партии будешь получать а это качать с помощью вот этого столбца ты че слушай ты вот это вот и звездочками прокачиваешь и одну точку открываешь а вторую написано в процессе кампании вы можете его прокачать как ты найдешь как-то можно серёг пока забей да я смотрю давай сергей чувак чувак как в лес ушел ушел в лес хорошо убери лесцами у нас сохранились еще некоторые ресурсы с прошлой партии нашей но у меня по нулям сколько надо за сундук 4 монеты я иду на рынок железа у меня есть вот железка с прошлой партии осталось я ее плачу получаю две монеты и так как я рудоискатель после посещения здания в кладу которого входит железо получаю победную штуку вырвался вперед смотри я не догоню шерст была сейчас будет флорис виктори сейчас это моя и я за металлом схожу забери своими плодение металл хорошо хорошо все доиграли помогли все конечно а я получил одну да быстро игра однако два этих у меня есть еще нужен лес и главный механику легоси я ощутил и уголь мы знаем твое отношение к легоси поэтому мы поговорим а мы сделаем да ну потом обязательно потом когда выпьем все да у нас там четыре ящика стоит давай ушел в шахту а почему ты их кладешь плашмя они типа а их сверху видно у меня есть игра называется летопись и там все лежачие миплы типа трупики ай ну на самом деле вот в камеру да лучше видно так вот всего это и мне так хорошо делай как тебе удобно нет вы тоже делайте как вам удобно я полезу от глади я трачу дерево получаю это не дерево это вот это влияние сбрасывал тратишь сюда его поэтому деньги чтоб не путались получил нет 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 это в общий запас получил уголь получил монетку да да хорош давай в чартер стон иду подвалил два ага 4 монеты 4 монеты вот у меня есть на вас затратил потрачено 5 очков а извините то есть у меня 6 очков и я вскрываю ящик о ящики давай какой 40 хочу сороковой это в архив это сразу в архив 40 ящик ты будешь отвечать за архив с удовольствием с удовольствием плотник архивариус плотник архивариус да у тебя сколько было 3 было 3 было ты же должен был встать 40 имею ввиду что в конце этой партии у нас новые правила 33 молодец у нас новые правила новые правила все давайте слуги вот они и появились слуги все пересаживай о розовые митлы розовые митлы появились деревня быстро растет и пара дополнительных рук не помешает тихо внимание мы слушаем когда один из игроков вскрывает ящик с новым видом слуг он получает одного такого слугу остальных слуг этого вида положите на их карту в общий запас что слуги это особый вид рабочих сейчас я покажу которых можно выставлять только в незанятые здания ваших владений все карты действующие на рабочих действуют и на слуг любой игрок может выставить рабочего на здание со слугой но при этом слуга остается на здании слуг нельзя вытолкнуть они остаются на поле пока вы не решите вернуть всех своих рабочих даже если слуга находится на поле он считается находящимся в вашем личном запасе то есть понял это постоянные такие штуки которых нельзя выставить если уже есть здесь мипл и они не выталкиваются они стоят пока ты всех своих рабочих не вернешь вместе с ними все больше ничего не написано правило 16 подожди начали когда один из игроков вскрывает ящик с новым видом слуг получает одного но у нас пока ящики со слугами не вскрывались это просто я правило для вас вот сейчас будет слуги у нас появились новый слуга робот ооооу роботы серьезно и вот этот а когда он а он в этом ящике вот лежал сейчас тут все написано подожди здесь робот ну нет я уже плотник я уже вот так выглядел да личность открыли личность подношения можно с слугами делать для твоих это наклеечка вот сюда добавится да да я щас все наклею вот так вот прикинь чпок давайте скорее клеить дебык а можно я наклею неровно так без проблем это тебе бонусы это твое кузница а на кузнице робота можно сковать да оооо изобретатель когда вы возвращаете рабочих получите два победных очка если вернули хотя бы двух роботов ооо ну это экскаватель но новая цель но это потом потому что нам надо еще сколько карт давай открыть цели господи а я не знаю можно сейчас цель открывать да открой цели и вот здесь пять карт выложим давай это я щас наклею вон ту штуку давай тоже то что наклеивать я наклею а вот вот по отношению и вот это слуги они теперь кладутся вот сюда в общий запас не мне нет тебе щас один достанется а остальные сюда пойдут прикольно у меня будет два помощника у нас будет у нас новая цель добавляется три фишки три фишки влияния кузница хотя бы шесть монеток итак кузница дает робота пацаны я и говорю скрывать его могут оооо ты пошел в начале ты пошел ясно лобота делать за два за две монеты а ничего что здесь есть она дает робота и победное очко пустые кто это ящики открывать это кто то в прошлую игру и просто скидывал эти карты твои друзья пришли а изобретателя сразу к себе в чемодан да это новая личность да это новая личность она потом тебе поможет когда вы возвращаете рабочих хотя бы два робота вернули получите плохого прикольно да 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 о роботы роботы одного бери себе остальные хвосту и ко мне мой хороший я назову тебя чаки 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 это будет плохое имя он вообще не очень робот но я как бы сам не очень хороший надо его назвать т1000 а и он точно тогда будет не очень бабушка она такая т100 он еще не жидкий т100 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 ну уходите дальше вкусно твой хвосту что приезжай ко мне ну дорогой сюда робот мой должен пойти следующим ходом эяяяяя Бурчерdown играешь а это в Стамбула это в Стамбула это тоже дбилиси 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 и что пожалуй и у меня одна единичка ну я плавильник по себе ну что ты сделал ну что ты сделал все там единичка или зимит эээ да да одну со мной тоже бери пожалуйста а я в облачный порт заплатил сюда кидаете львов нет и отношения хорош давай зря и получили 3 рубина . зря за это 3 не забывай надо накопить монеты ресурсы я помню конце я забрал монеты и ресурсы забрал не хочу моих не выталкиваете мне не забирал что ты хоть терял робот есть его можно только свои владения только забрать да то есть свои владения чужими заняты робот не может до такой смешно вышел такой робота это прям я знаю я знаю я знаю пароль я вижу ориентир это все превратится в итоге все роботы вот и вот она вот заброшенная вот это вот город фабрика то в центре да вот это реально реально я нормальный черный ребят и калория чартер стоун это превратится в факторию всерпия город фабрика в конце тут произойдет катаклизм короче вылезут дениса 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 так мне не хватает вот это вот это есть и мне нужен лес пошел в казну потратил уголь получил вас нет хорош да я понял пойду он хочет может и карту возьму у меня дерево дерево страны нигде не потрачу хорош для пшениц как бы нет для пшениц для пшениц да вообще не порядок до серпа терпи да я иду на дирижупель плачу 3 дениса были а мне 554 ресурсы еще заплати сначала пожалуйста вот тогда 5 я строю рынок пшеницы везет же а построила у меня нет не могу а можно у меня только у себя у меня есть только лес ай неровно нахле его вигвам какой-то говорите все под руку да без проблем что же все ровно все рынок пшеницы давай доведешь дениса какого за чего игрового до чего до фишки вы вести тени до фишки до фишки до фишки до фишки привет привет стихи в стихи обалденные стихи я в восторге ты книги не пробовал поэм и ладно ну это пошел на рынок сборник потратил монетку потратил дерево а такой вопрос это плотник плату которого входит дерево получить один по получу до входит любой ресурс я плачу дерево это считается я такого прорушива про или обязательно должна быть нарисован вам обязательно дерево любой ресурс это не дерево сказано конкретно про дерево а здесь этот значок обозначает любой ресурс флату которого входит любой ресурс и плату которого входит дерево это разные термины я вот поэтому спрашиваю я тут впервые как бы но если же хорошо тебе начислим я рассмотрю и трачу дерево трачу монетку и беру карту вот вот брат из африки прием если вы получили строить где за четыре любых ресурсов вот этот возьму я буду сундук да не буду открывается новая денис открывается новая конечно обязательно сразу же а где денег моряк много можно заработать денег вот в казне ну там не на рынке железа две монетки ну вот один ресурс но это надо его добыть на один металл один именно металл а здесь за любой ресурс вот вот это ты когда запомнишь ты будешь в начале каждой игры увеличивать емкость на один у это круто это надо прям вкачивать вот эту штуку а ходи я да я выталкиваю чувака и беру еще железо а чё можно так бесконечно делать как своих выталкиваешь да да можно а сейчас у меня так у меня в концу хода будет 40 как мне 50 я буду вот так вот крутить его вертеть на одном месте сохранишь ты все равно один почему но я потом потрачу все ресурсы которые за рандомные успеешь успеют облажаешь кого я сейчас все потратили вот дожди что я построил здание и кто-то еще а цель не выполнили подношение не делать я сундук открывал дэн давай еще отдвигай а я пора да вот просто после меня уже после да я значит ставь туда но я могу или должен можешь должен стал обязан я там 10 победных очков не поставить сказал заведующий а я здесь нигде этого в правилах это надо вот это надо вот это надо забирать о спасибо что это пятирублевая ходи я не знаю дэна откуда пятирублевая монета здесь где вот монетка ну это наверно из кармана из какого-то ящика что ли донат пришел на твой игровой денис ходи у меня все просто я забрал кто-то задонатил серега ну я всегда фил все время ругается я ругаюсь серега ходи забрал а он у меня никогда не узнает филий ходи когда ты донатишь когда он подписывается как-то не своим именем лайк-отписка его любимая тема лайк-отписка отписываюсь чтобы за нас очень-очень нравится канал отписывай серега ходи я уже походил ходи ходи я владелец робота владелец как ты можно так пошел отсюда я планирую плачу металл и когда я плачу металл я получаю по его за то что я трудоискатель и здесь я получаю 2 монет телефон куб выбрал кого-то кстати одно было забылся понять как ли мы подымаем не стесняйся вы тут все забываем да пошел нам уже пошел ты в 18 лет штучки ну уже это дал уже деменция близко альцгеймер тоже на что открываешь ящик а он не может открыть ящик а просто на почему не может он у тебя нету ящика алё на чем туда пошел он просто вот сюда иди подожди ты не можешь если у тебя нет ящика а или может у него нет ящика значит не можешь чё ты будешь открывать у тебя дома 3 подожди по моему можно не брать полностью подожди ну то есть это это не условие это награда дает награду награду можно брать не все условия он выпал просто взял 5 4 монет да ты бы лучше купил сначала ящик может получать или часть можете получить все они есть может не отрывать ты вначале бы ящик лучше бы купил а потом сходи иди в дирижабль потратить а у него нет заряда и построить и вот на рынок иди и купи себе ящик у него нет денег есть у него четыре монеты он только что потратил карту купи и карту ресурс тебе какой-нибудь надо иди да по ресурс такой гнил он не толстый что вы за славика играете пусть играет как хочешь мы тебе просто посоветовали ты играешь как хочешь иди в огород а то мы начали тут ящики лучше открывать и салон человеком гопнике какие-то блин опять позвали на канал участие новые карты все бородатый хамик блин я не могу на стуле сидеть я я хочу на карты я отписываюсь от этого канала я хочу сеть не знаю как вы ли не спустим киево а вот чипсоны А, я забрал своих ребят. Давай, забирай. Я зеленый же, да? Водочки налить? Водочки. Уже. Смотри, я иду сюда. А вот так крепко. А вот так крепко. Смотри, иду сюда, оплачу вот эту бубуйню. Получаю одну пшеницу. Есть 5 рублей? Одну пшеницу. А если найду? Одну монету. Одну монету. И когда я получаю монету, я получаю еще одну. Потому что у меня есть дружище. Я его, кстати, не назвал. Наверное, назад. А, кстати, я в самом начале забыл сказать. Города не назвали. Мы за... Это не города, это на дело земли. Да, на дело. Мы записываем вторую партию. Первая партия еще не вышла на ютубе. Кстати, да. Мы еще не читали комментарии. Поэтому пишите. Мы по этому на дело еще не называли. И помните, это не города. Это название земель. Поэтому какой-нибудь там говносити не подойдет. Говносити. У меня единственное название. Лесхоз номер 8. В общем, просто мы предложили зрителям. В комментариях написать название наших земель. Какие нам понравятся, мы выберем и себе... Хотите увековечить свое название в этой игре? Я просто еще не опубликовал первую часть. Да, просто первой пока нету. Поэтому... Ничего страшного. Название наделов продавец. 500 рублей наделов. Так, я возьму еще одну руду. Нет, я вытолкнусь. Я робота отправлю сюда. Да, хорошо. Хитрый робот. Ходите. Руду такой... Валит такой... Валит. Валим, пацаны, валим. Валли, пацаны. Что, расслабились? Валли, пацаны. Так, хорошо. Давай я ящик, наверное, открою. Давай, открывай. Ящик какой? Ящик пива. Я люблю ящик. Какой ящик пива? Ящик пива. Расслабились, ящик пива. Давай. Ну, нормально собрались. Кто его там начисляет, да? Заживит, да? 32-й. 32-й автобус. 32-й открываешь? Давай 32-й. 32-й, убирай, пожалуйста, в архив, а я буду его открывать. 32-й. Плотник должен работать. Опять правила 33, будут опять новые слуги, короче. 34 и 297. 34. Хорошая игра. Мне прям очень нравится. Ты просто еще не вкуриваешься. Он реально хороший. А что, надо вот архивные карточки курить? Да подожди, куда ты? А, 34 уже нету. Поиграй, ты просто... Да я их уже хотел покурить. Не надо. Вообще-то, игровой... Твой игровой полностью на ЗОЖа, да, кстати? Да. Мы против. Ваше здоровье. Какой тричневный сок? Какой у тебя номер? 32-й. Свежевыжатый. Свежевыжатый. Он немножко просто просрочился. Хорошо прошел. Лайкал. Так как мы в будущее придем... Но все равно ты это вырежешь, потому что там пока есть. Нет. У нас появились големы. Воу! Это серьезные какие-то, ребята. Голем это круче робота. Скорее всего, из красной глины их надо делать. Сок из саксовского голема. Ну да, выставляйте его. Читай. Баварский. Пацаны. Народ! Хары галдеть! Читай. Когда вы выставляете голема или другой игрок, используя здание с вашим големом, получите один любой ресурс. А почему голем выглядит как тыковка? Он тебя будет ресурсы отжимать. Голем выглядит как у... Кто написал о почтарении? Терри Пратч? Да. Как у Терри Пратча-то голем выглядит. Такой же игрушечный. Но он не игрушечный. Он, кстати, жесткий голем. Это все... Это ему. Это тебе. Ты видел фильм о почтарении? Голему не тебе, это в общий запас. Фильм прикольный. Сейчас я до слова голема. Туда же, да. Давай. Подвинем чуть-чуть. Ну, фильм, он... Где голема производить? Знаешь, какой самый... Пока непонятно. Тоже, главный спойлер этой игры. Вот коробочка, да? Все новые слуги в одной коробочке. Ты открываешь, достать другую. И ты видишь остальное. Кто так делает? Нельзя в разные коробочки. Надо об этом рассказать. Когда будем в Легосе абсурдовичностью, она у меня в запасе. Лично ее в коробочку кладешь. Так, смотри. Дракон есть? Я не знаю. А ему сейчас голем прилетит один, да? В голову. Тыщ! Ресурс, монетка. Бах. Бери. Бери. Ну, давайте. Это ящики или что? Да, это ящик. Это ящик. Чисто лежит. Чисто ящик. Ну, ладно. Чисто конкретно. Это чисто Петер. На. Бери одного себе, а остальные общие. На карту. Клевые такие, глянь. Очень супер. Гораздо круче твоих роботов. Да, кстати. Колем круче. Ой! Кстати, да. Помните выкину. Ты построил здание, где робота собирать? Я хочу робота. Нет, еще. Струй давай. Да ты офигел. Да строй давай. Да сам строй. Да я не могу твое здание поставить. Кто сейчас еще ходит? Я сейчас ходил. Славик походил, походил. А, ходячик забывай. Да, не голдите. Все в один голос не говори. Да, ну, хорошо. Давайте отрепетируем. Хором. Одни тяжелые. Стих. Ээээ. Ээээ. А стой. Вытолкнулся. А, это же я. Забери. Забери. Отлично. А это что? А, нет. Это не тебе, слава богу. Слава богу. Конечно. Два-двесть. У меня есть четыре монеты. Кто тут ящики открыл? Бросит. Ээээ. Эээ. Эээ. Еще два. Какой голем и цветом с силу похожа? Еще два. Еще два победных. Ну, то есть, мне семь, начислий, пожалуйста. Семь победных. Какой? Желтый. Желтому семь победных очков. Двенадцать. Заплатил две этих, заплатил, четыре монеты заплатил. Открываем 48. Подожди, он ящик открывал. Мы двигали? Нет. Ты что сделал? И теперь я ящик открываю еще двинный. Вот. Не забывай. Подвинь себе. Ну, так ты мне отдавай. Фишечку сует топ. Куда? Там вот. Не было. Не-не-не. Корабулька не было. Корабулька не было. Итак, 48-ой там ящик? Оооо. Да. Склерозник старый. Опять 33. Еще новые слои. Да что ж такое. 34. Сейчас он будет искать. Не надо. Такое дыхание в легосе поломал. Вообще сломал. Там 47 с половиной было. А, 34 опять нету. Три и три четверти. Три. А. О. О. Повар. Что-то вспомнил. У нас появились повара. 3-3-2. 118. Читай. Читай повара. Давай я прочитаю. Читайте. Повар. Это слуга. Когда вы выставляете повара или другой игрок использует здание с вашим поваром. Так. Повар спрашивает повара. Вы можете вернуть один жетон влияния. В зеленоземье суп с курицей считается лекарством от всех болезней. Это до сих пор так. Прекрасно да. Не только в зеленоземье. Прикольный такой товарищ. Кстати да. Про теорию про серб. Там же тоже вокруг фактории выжженная пустыня и все такое. Война будет. Точно случится катаклизм. Потому что сейчас зеленоземье, порядок, мир. Смотри. И теперь поваров надо стоит. А потом. Слушай. Вот это у нас партия. Сразу столько этих новых. Ну вы просто подготовили. Так мы первую дофига-то пооткрывали на самом деле. Эээ. Серега продолжай ходить. Серьезно? Это твой повар. Это не его повар. И у меня я достал себе ресторатора. Который дает бонусы от этих. Это я вот сюда. Ресторатор это versus battle. Дай этих самых фишек повара. Сейчас дам. И. Ходи пока. Ушел в огород. Этого прогнал. Взял тыкву. Пошел вон. С тыквой. Так. Оп. Зелененький чей. Держи. Я плачу. Метал. Получаю 2 монеты. И 1 победная шкафа. Чтоб ты знал какие еще. А что еще есть. Чтоб у тебя надежда не всегда была. Вот это фу конечно. Ну теперь я знаю что у нас еще 3 видов слуг. И чо? Ничего хорошего. Всем заспалили его. Ну тут логично что 6 игроков 6 видов слуг. Ага. Ну да. Да. О. Красавчик. Так. Ну а я свои забрал. Так. Мне одного повара. Мне. Подожди. Володю пропустили. Заберите повара. Володя. Давай Володя. Хоп. Хоп. Монетку хоп. А нет. Не сюда. Где моя это. По отношению монетки хоп. Это ж мне зелененькая вода есть. Где мой зелененький? Ты его всегда должен брать. Я взял. Я его туда стрелал. Аааа. Монетку хоп. Три получил. Зелененький. Получил 3. Хоп. Шуши. Че мне кажется я подчусь не будет. Так. Теперь у меня повар пошел продавать пшеницу. Оху. Продал пшеницу. Логично. Я так как я крестьянин. В плату в которую входит пшеница получите одну победную очку. Мне желтенькую победную очку пожалуйста. Одну монету. Одну монету. А когда вот это происходит там не двигаешь? И вот эту могу буйню поставить сюда. Да. Хорошо. За постройку зданий, за открытие мешков и за цели. А за цели. Подожди. Серега. Подожди вот сейчас я построил здание. Подвинулись. Здание построил сейчас. Фу. Открыл ящик. Сундук. Сундук. За поваров подвинули. За поваров. Все. Пошел на рынок тыкв. Пошел на рынок тыкв. Должно двинуться. Отдал тыкву. Взял монетку. И подвинулся на одну победу. Кто-нибудь один. Следите просто за этим. Хорошо. Я буду следить. Давай. Я хожу. Можно? Да. Красного. Подожди. Не ходи. Теперь можно. Спасибо. Заплатил этот. Так как я плачу металл. Получаю одну очко. И две монеты взял. Да. Да. Ты понял, да? Наконец-то кто-то пришел в мой лес. Я там уже был. Да. Не подмахались. До конца этого еще. Нормально. Еще одно здание успеем построить. Только я думаю, что в винокурню? Не. Зачем? В шахту? Еще другу. Слушай, а эти штуки надо на руку брать? Нет. Просто говорит, что выпало. Выполнил цель. Сюда оставить. Следующий. А, ты шесть монет? Да. Ты же зажиточный жук. Ну, да-да-да. Но я же к при этом не трачу, я просто говорю, что они у меня есть. Куда пойти, куда податься? В разбой играешь. Наверное, да. Пойду получу металл там с роботом вместе. Выталкивай робота. Роботы выталкиваются. Не-не-не. Роботы как и твои повара. Он... А, нет. Повара, походу, не выталкиваются. Нет. Слуги не выталкиваются. А, слуги не выталкиваются. А, слуги не выталкиваются. Это как голем, только ты можешь вернуть один жетон влияние, когда пользуются этим зданием. А вот мне интересно, как отличать своих, да? Своих, вот этих слуг и чужих, никак? А ты слуг, сколько в свой надел? Если в твоем наделе, значит, это твое. Твой ход? Да, он ходит. Я, у меня все просто, я всех набрал. Големов могут, да, выталкивать? Нет. Нет, никого не можешь ходить. Ты, короче, когда пользуются зданием, с твоим слугой, ты будешь какие-нибудь крюки будешь получать. Он влияние возвращает, ты ресурс возвращаешь. А ты за роботом? А я роботом просто, он у меня как дополнительный рабочий робот. Вот, как возвращать влияние? Вот, берешь отсюда и возвращаешь. Ты можешь вот сюда поставить на кирпич. Да. Ты можешь себе вот на один из этих трех поставить голем. Так. Я объявляю голодовку. То, что я достиг цели. За это плачу одно влияние. У меня есть шесть монет. Здесь двигаем. Ты не плачь, смотри, это влияние выкладываем на цель, которую ты выполнил. А, окей. То есть я не плачу, то есть больше никто ее не выполнит, правильно? Другие могут, ты теперь не можешь. А-а-а. За это я двигаю. Один. Ну вот оно сюда и пошло. Оставьте на этот. Угу. И сколько там? Пять очков. Девять плюс пять, четырнадцать. Вот так. Вот так вот, вот так вот. Напряженная б... Монеты надо накапливать, вы все помните? Да. Монеты и ресурсы. И ресурсы, да. Вы помните. У меня цела одна. Афигеть. У меня тоже. Я очень крутой. Кто следующий? Давай големая сюда. А у кого будет больше, тот что сможет сделать? Кто играет? Тот получит сразу звезду. Это для прокачки вот сюда. Да. И тут еще сотрется вот эта штука и что там будет, неизвестно. Король доволен вами. Кстати, я по-моему здесь... Мы не играли еще с этим. Что? Да, идешь, платишь, получаешь коробку. Вот там четыре монеты, два ресурса. Два этих буйни, да. Коробка какая? Восьмая. Восьмая? Да. Да. Сереге отдавай. Мосьмая. Мосьмая. Мосьмая коробка. Восьмая? Да опять новая дверь. Да что ж такое. Я двинули эту коробку. Вон коробку открыл. Да. Я двинул. Я за себя двинул из-за него. Покажу. Покитуки. Зак-зак. Тридцать четыре. Два-два-си. Дело сделано. Дело сделано. Мы готовы. Кошаков ты короче открыл. Да ладно. Котов? Офигеть. Коты? Да и покупается он не в Кошачьем Кафе. Кошачье Кафе серьезно. Ну смотри он же азиат. Кто у Кошачьевков любит? Японцы. Нет они больше любят собак и другие азиаты. Нет. И другие из врачей. Японцы любят котов. А здесь всего лишь тыква. А он хотя бы места привел в свою родину малой. Тихо. Тихо тихо тихо. Когда вы выставляете кота или другой игрок использует здание с вашим котом получите одно ПО. Когда выставляете тоже получаете ПО. А подожди. Тихо тихо. Дай он договорит. Иногда выставляете повар. Я его выставлял поэтому дайте мне одну. Ну хорошо. Славика дослушает. Легенда гласит что вечный король познал тайну бессмертия наблюдая за кошками. Это Египет. Кошачья кафе. Нужно две кафе. Египтяна. А в Египте шкаф. Послушаем азиат. Сунь Уин серьезно? Ты его так назвал? Да он назвал Сунь Уин. А так это в общей банке. Сейчас тебе выдадут кошаков. А это у меня теперь лежит вот здесь. Я могу построить кошачий кафе. Молодец. Новый специальный дрессировщик. Шикарно. Ну это он себе в Сунь. Кстати заметьте вас в Коскос глаз в Сунь. Так это он и есть. Это он и есть. Он прокачивается. Ты понял? Они личности прокачиваются друг друга за меня. А почему он не выглядит не так как выглядит его личность? Не знаю. А ему так не повезло. Ну там. Не повезло. Майкла Джексону так не повезло. Эмисон прячешь. Ты эту партию еще этим доигрываешь. Это в цели. Новая цель у нас. Апчхи. Апчхи. Желтый. Уроку 8 не было. Молодцы. Уроку 8 не было. Да не было. Все правильно. 2-2-8 и Кошаков достаем. Еще 2-2. Давай ходи. Неры носим и радость мы приносим из зенитки 8-8. Забрал. Меня забанят за такие фразы. Вы че? Такие шуточки. Серьезно? Хороший. Кто ходит? Он ходил. Я походил. Он походил. Все этот. Котомешатель. Сюда одного кота ему. Котомес я бы даже сказал. Куклачок. Я отправил циркушку. Копе. Копе. Кошачьи. Я ставлю этого повара в амбар. Одну возвращаю и ее же плачу вот за вот это. Офигеть. Получаю одну пшеницу. По-моему повара круче сейчас. Одну бабосику. одну пшеницу одно бабосико если я получаю бабосики еще одну монетку бабосик бабосики пошел на рынок тыкв продал тыкву получил монетку одну победное очко вот чисто классный классический евроход заплатил тыковку получил монетку и победное очко ходили я собрал всех тоже классический выход забираю всем молодец давай где тыкву нужно получить вот здесь вот в огороде в огороде в огороде да это же мой огород с уймой нашел свой огород он украшен а будь то на чем дает когда выставляешь победное очко а ты взял любой ресурс когда выставляете голема и другой игрок выбирать выбираешь один любой ресурс ты же выставлял его сюда мы забыли а робот что делает когда пользуются кто угодно этим зданием он будет получать любой ресурс. Робот твой что делает. А мой робот просто как рабочий. Он просто работает. Приходит и работает. Когда вы выставляете робота... Просто еще один рабочий. А, блин, карту развития дает. А я продолбал. Вот оттуда выбирай что-нибудь. Блин. Бери, там... Вот я тормоз. Друзья и слуги. В смысле? Откуда? Когда ты его выставляешь, либо твоим зданием пользуются с этим рабочим, то он получает. Тогда у него два. Казна. Казна это вот это, да? Да, Казна это то. Вот с этим спортом. Вот тоже спортом. Ну что там? Давай, давай. Со мной что-то есть связанное? Нет, есть с красным. С тратой вот этой фигни. Вы говорите фишку на шкалу репутации. Получите одно ПО, если вы получили привык с чужими зданиями в этом владении. В этом это в каком? В красном? А, в этом, если есть в этом. Такое же. Вот он, черт. Блин, мне уже не нужны эти чувачки. Возьми с спортом. Да. И посещаешь трибуну, когда выполнять, а ты будешь ее посвящать? Нет, уже не буду. Наверное, в эту партию. Почему? Ну, хотя это же с другой стороны. Миссию там будет, да. Ты ее можешь сохранить. Ты ее можешь сохранить. А она же туда пойдет. Давай за вот эту репутацию. Нет, нет, это он берет себе. И он потом после этого может сохранить. Да вы... Блин, мне бы друг строитель не помешал. Вы не путайте. Те, которые идут туда вот такой рубашкой. А это вот такие. Я возьму помощника казначея. При посещении казны можете вернуть один из своих жетонов влияния из общего запаса. А он сразу ко мне идет? Нет, он идет в коробочку. Нет, он не идет в коробочку. Ко мне? Да. Эти карты идут туда. В коробочку идут карты вот с такой рубашкой. Поставьте. Это разные карты. Желтая бубьевка, это лунтау, да? Что? Так, а я ставлю... А кто это такой назван? Я поставлю. Ну ладно, хорошо. Я кушаю кошечку в огород. Ага, давай. Одно ПО. Как я про роботов так продолбал? А за что одно ПО? А, за кошечку. Хорош. Ну вот так, не знаю. Кошечку два. Ну вот, читайте же. Вы же вроде читали. Внимательнее. Чуть-чуть внимательнее. И это я каждый раз буду брать такую карту, когда кто-то... О-о-о-о. Когда кто-то, либо когда ты ставишь робота. Да. Это классная тема. Ты можешь там всякие здания себе брать. А что там новые положили? Ходи. Ходи. Какая-то... Если вы в желтом получаете ПО, то получаете еще одно ПО. Это вот там. Поля. Если вы король в желтом, в полях. Я, короче... До свидания, малый. Плачу пшеничку. За это получаю... Одно победное очко. Король в желтом на одно. Победное очко. Потом одну монету. И выставляю... Могу выставить вот эту бугуню сюда. Замечательно. Все, выходи. Угу. Сюда пришел. А, если я получаю монету, я получаю еще одну монету. За повара Дэн получает. Да. За повара возвращает себе вот эту ерунду. Ой, как хорошо. Все, трачу... Трачу вот эту штуку. Это мы просто... Нормально живем. Ты красавчиковым. Я вообще со мной бичусь. Бичандры. Бичандры такие жесткие. Бичандры. 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 У меня все... А что, нет? Попробуй. Я роботом пошел в плавильню. Ага. Выбирай себе карту. Подожди, сейчас я заплачу сначала. Вот это. Металл и одно ПВО. Ты пока выбирай, а Руслан ходи. Друг, 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 и поможет. После авто вообще ничего. Ни ресурсов, ни денег. Ничего. Да, так и есть. Просто, блин, голую плотницу. Делать чем хочешь. В рынок дерево. Авто мы знаешь, как ты на дерево. О, да я вижу. Без ничего. Они не сохраняют ресурсы. Молодец. Да? Почувствуй, да? Вот мы видим. Вот я есть Клавдия. Зеленый. Я такой же. Там хоть что-то было. Зеленый. Что у меня было? У меня плотник был. А у меня нет. Зеленый. А, ну это чисто авто мы сделали. Да. Все, ходи. Я хожу, я всех забираю. Всех забрал. Молодец. Я иду на рынок. Монетка. Сейчас посмотрим, что мне не надо. Кирпичик. Я тут в своем огороде вложусь, мне тут комбо на коме. Монетка, кирпичик, забрал рынок дерева. Все на свой огород заточено, на самом деле. Хоп. О, ты купил рынок? Да, я купил рынок дерева. Ходи. Брысь отсюда оба. А, этот не выталкивается? Это повар стою не выталкивается. Но он когда там становишься... Своим я не могу тоже его выталкивать? Нет, нет. Но когда его возвращаешь, только когда своих собираешь. Когда другой игрок становится. Когда он сам, он не получает. Понял. Заплатил опять вот эту бубуйню. Значит, четня была. Потом получил вот эту бубуйню. Получил монету. И так как я получаю еще одну монету и еще одну монету. Ммм. Еще одну монету и еще одну монету. Когда много монеты. И еще одну. И еще одну. И еще одну за это. И еще одну за это. Еще три просто потому, что я так хочу. Пошел в Charter Stone. Пошел в Charter Stone. Отдал. Открыл ящик. На влияние. Потратил четыре монетки. И ящик номер семь. Где? Ящик номер семь. Вот это подвинули уже? Да. Да. Подвинули? Да. Да, я подвинули. У нас есть один и не лезьте. Ящик номер семь. Ящик номер семь. Правило двадцать четыре. У нас появилось. Если оно уже было. Нет, не было. Карта личных целей. На, читай. Верные подданные Вечного Короля должны выполнять не только его общественные поручения, но и личные просьбы. Игрок, скрывший этот ящик, может взять одну случайную карту цели. Замешайте остальные карты в колоду целей. Некоторые здания, например, Дендрарий или Оранжерея, позволяют взять верхнюю карту из колоды целей, не выложенную лицевой стороной вверх на площадке целей, и положить ее в свой личный запас. Только вы можете выполнить эту цель и получить за нее очки. В конце игры верните все карты личных целей в колоду целей. Ну вот, взял цель. Я посмотреть могу? Игрок, скрывший этот ящик, может взять одну случайную карту цели, замешайте остальные карты в колоду цели. Замешал. Вот эти он замешал. А, вот эти. Он взял. Он взял. Вот это отсюда уже случайную карту. Это потом. Э, это же я. Остальные, значит, вот эти, Дэн, замешивают. Автома просто взяла. Остальные карты замешиваются в колоду, то есть вот эти тоже. Нет. Эти они случайные. Вот, четыре карты. Игрок, вскрывший этот ящик, может взять одну случайную карту цели. Вот, да. Замешайте остальные карты в колоду целей. Ну, правильно. Ну, они там четыре было, и из колоды вымешалось. Из колоды же цели? Да, да, да. Это не выложено. Значит, перемешать просто. Просто перемешать, да. Считай, перемешать. Всё, теперь рассказываю дальше. Некоторые здания, например, Дендрайри или Оранжерея, но у нас таких нет. Вот Дендрайри я буду строить. Ну, вот ты можешь построить. Они позволяют взять верхнюю карту из колоды целей, да. Да, вот у неё свойства это и нарисовано. Не выложенную лицевой стороной вверх. То есть не эти, а вот эти. И это будут ваши личные цели, которые можете выполнить только вы. Замешайте. Если это общие, то с помощью вот некоторых зданий личные цели случайные берутся. Ну, понятно всё. Короче, тебе эти не нравятся, можешь взять себе ещё какую-нибудь. Они не сохраняются, то есть остаются на игру. Ну, как бы и на ящике их не написано. Личная цель точно так же. Показываешь, да, как вот это, и говоришь, что ты её выполнил, идёшь на трибуну, правильно? Да, только вы можете выполнить эту цель и получить занючки. Ну, я так подожду, да, пришёл на трибуну, показал цель. Да, сказал, я её выполнил. Всё, я понял, хорошо. Так, вроде всё. Вроде всё. Ходи. Все вы на крестьянам. Замотные рабочие. Ходи. Я пошёл. И я пошёл. Деньги водителя. Так. Да наука отбегать. Что это такое? Пещера. Нет. Взорный архив. Взял метал. Пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Мелта. Семьдесят трио-модели. Так, всё. Отвлекаемся. Братись. Мы ждём. на построить а вышку 4 4 не не любят а там нарисованы нарисована кирпича ты заплатил вышка дает поле голема можно големов можно делать подарил кузницу никак не по я коплю вот у меня только два металла если у меня углем и деревом поможет давай меняю вот это подвинулся накопил я не успел еще на кузнице будете роботов у меня заказывает андроидов ваших айфоны будете делать это у тебя всего вот столько побитых горнило здание гордон пошел за высадок из меча получил голема хочу ходить голем подожди если ты открывал ящик тебе должны были дать под 5 победных и получила мне тоже кстати должны были дожди рита до 2 на 3 смотрите себе набавил я сделал уже свое дело я пошел вообще молодец у меня все просто вот так мало из здания добавил очки ящиков нет да у меня есть почти на дерево у кого у меня это вот это вот твою это мой надел а я только первое здание нашел вы знаете у вас тут они друзья у меня нет станет а ты там купил да купил дать себе дрыдок дерева хоть что-то я пойду за уголю самый благодатный вот уголь и понадобился понятное дело пока вы миллиард не проведете не вырубите эти леса если я забираю корма тоже всех там по-моему можешь всех забираешь правила в проект не но можешь на смысл можешь или всех зачем потому что ты его ставишь получаешь любой ресурс если ты его ставишь тогда нет смысла его с дар его не имеет смысл имеет составить только робота потому что его нельзя забрать не он тоже себя как то вот ты стоишь на ключевой точке на его ставится и получаешь ресурс голем тоже голем когда выставляется пути они остаются на поле пока вы не решите вернуть всех своих рабочих то есть возвращаешь сразу все без разницы не можешь оставлять ходи кошечка в парнике чем здесь делать она завелась там а как ты можешь выставлять только в свои наделки куда ты пошел сломал всю игру а что тебе надо было да нет все нормально просто просто поменяли да сломали игру следите вы дизлайк отписка я бы отписал я уже перестал бы смотреть я наверное отпишусь лайк отписка смотрел до тех пор пока он кошку не выставить парни я верну красавчик где в расход так и мне нужно еще одно зерно зерно можно получить в амбаре о повар как всегда идет в амбар вот это я возвращаю за повара и тут же ее плачу получаю одну пшеницу 2 монеты это имба построить полгала пиво поварню мы то потому что у меня за эту еще монет одну за другую за другую чем-то имба сколько у тебя денег да это имба давай уступим это самый правильный евроход огород так теперь мне нужно дерево и это потому что у меня робот не зачем мне мой пекарни идите вы нафиг я лучше винокурник ходи винокура винокура просто он будет шутить в парнике потные шутки на винокура поставить владимира винокура или как его там да владимир не делай вид что тебе он не нравится если мы в комнате сидели там плакат надо пойти он туда заплатить автографом слуги туда не ставится да тоже а прикинь правду календарем такой филу от владимира винокура евгения ваган я пошел на вышку заплатил два этих получил голема хорош теперь мой голем будет работать в моем лесу нормально теперь ты можешь сохранить его твой голем в твоем лесу работать будет скоро работа тебе тоже бы голема сделать чтобы сохранить да потому что ты можешь с другим одну слугу можно поэтому одну слугу кто будет я их я хожу я туплю мне нужно дерево дерево мне нужно там кто-то стоит о пойду карьер ну чё вернул бы да сейчас прям ага блин ну вообще что за человек да я хочу так мне нужно кстати говорить это мне вернули что это я пошел в карьер это бумеранг не работает фиолетом я никому ничего не делаю все ходят мой лес пора завести листик а скоро он туда придет и его горы сетели будет давать 20 получим более мы нельзя ставить занятые занятые нельзя точно да не написал слуг написано нельзя это в правилах написано слуг нельзя вставить в занятые ячейки это иначе имба это не только на рынке почему потому что ты можешь ставить его все время нужно и получать таким образом ты можешь закрывать противнику чтобы он не ставил своих големов 8 мон там сильно играть и вот я например поваром играют как как это вы можете закрыть сюда и все я повара не смогу до тех пор пока мы не соберем это такое себе ты чё это конфликтная игра очень этот мордок не уже я чувствую да ну забрал ты можешь на репу поставить уже бы ящики скрывал репутацию но может он не хочет хочу не может но не очков не забой но у нас было очень недолго но в москве не у нас так тырнули у кого вот эту сдвинули сдвинули это тебе я сдвинул туда поставил есть ко мне на рынок продал так мне осталось что я хочу мне один лес своим лесом уйдите оттуда это мой лес на все для зданий я на дирижабль хорош чё строишь 3 ты 3 влияния скидывал за строительство кафе свое да у него 3 есть я строю кузницу еее так двигаем вот это 5 по подвиньте меня пожалуйста 20 да на 20 обнагрел и кузницу даем за две монеты можно теперь робота нанять и одно по получать ура мы можем роботу получать а что будет когда ты застроишь свой удел все все да мне кажется некоторые здания могут будут обгрызть но это мне так кажется сверху наклеивать это все вряд ли ну ладно здесь было бы очень вероятно как раз это только вторая партия мы уже почти все наклеили да пошли вы 12 да пошли поможем человеку да короче когда у себя все заклеил начинаешь у других клеить да причем не нужны здания у меня есть такой лес просто дырка в земле дырка в земле да полученном червяка он ничего не делает да поэтому не тебе нет смысла другие украсть сейчас сосредоточься на цели больше всех монет и ресурсов можно серьезно да не надо сосредоточивать а я вот эти три 5 победных очков ты заявишь за любую миссию 5 побед на очки походил он там где-то сдвинули а что за то что ты сейчас построил да красавчик давай да не тормози на рынок красавчик так получаешь монет хорош давай я забрал своих ты забрал своих хорошо все семью понял а голема выставлять никуда у меня только лес которые все ходят так у меня я пошел тоже на дирижабль уйди заплатил 3 заплатил 3 заплатил 2 вот этих дерево и вот это и строю пекарню пекарню я собирал на винокурню ну ладно а построил ходил я мало чем не пекарня зачем ну теперь вы можете нанимать поваров за 2 баба то не нужны они уже не надо уйти из твоего 5 победных очков мне пожалуйста обойтись желтенький заберите своих с леса с моего слесарей своих ну попозже пошел парник это суда потратил влияние серьезно сидел надо построить ковку я собрал на и и 1 победная миссу заказывать острую ходи 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 она чаще сейчас давай ходи что в жопу да нет у нас тебя лучше всех слышно у нас таких не да ты близко к микрофону поменьше ори серия я пошел а может роботом что там есть нормальные пацаны мне не важно корова или овца ходи за или корова овца или корова и вот это вот вот это это как это это становится короче вот это владение это фиолетовые твои да то есть только я могу купить не они просто нужны они нужны тебе это твои друзья не наш а видишь одну монету и и любой ресурс ты берешь любую карту а за чисто за зерно только друга можно больше часа не думай бери карту карту да блин карту 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 все дурацкие берега не отберет не можешь бери вот одну из любую бери кому подозрать бросит потом бросишь все равно каши волосы бери он самый жжет бери эту бери а что там желтый если вы получили проблему радио 80 получается еще одну у меня такого суда у красная все они одинаковые где здание у меня кого и пошли ну что давай ходи 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 кто ходи а нет так словно получил 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 ну прекратите за дизлайкают за что ходи 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 бери карты уходи с моего леса но лес расклады оседу чертер стол я считаю я закончились две этих в принципе вот я полноценного существа я открываю 52 ящик в архив убери пожалуйста что ты любишь троллить народ ну серьезно по делу не надо только по делу к по делу не надо не по делу не надо я даже стролю всегда по делу до ухты и ой-ой-ой банкомат после зарплаты можно читать король тут вообще лишнее считаю это игре вообще не назовет незалежность тихо за дизлайка дизлайка как вы относитесь к украинцам владимира положительная у давай заказывающая читать будешь тут новые правила во львове разговорил на английском я заказала с кем с украинцами но это было правда в 2012 году ну уже даже тогда они ходили со мной мне кондитер все надо продать английский вот так можно прочитать поэтому они там с другим обсуждали нет подожди курс филичка прочитать бедствие я уже давай читай так вообще подношение это потом это потом вот это начало читать подготовка бедствия вы больше не можете закрывать глаза на происходящее в деревне на происходящее в деревне бедствия к счастью вы можете с ними справиться подготовка положите по одному случайному кубику бедствия на каждое здание каждого владения на каждое здание каждого владения. Это при подготовке. В следующей партии у нас на каждом здании будет лежать какая-то фигня. Слушайте. Получение бедствий. При посещении здания, на котором лежит кубик бедствия, после получения награды вы должны забрать этот кубик. Борьба здесь с бедствиями. В плату за посещение некоторых зданий входят кубики бедствий. При посещении таких зданий сбросьте их в общий запас. И в конце игры уберите все кубики бедствий с поля личного запаса в общий запас. Короче, они сохраняются. Бедствия красные разбойники, желтый голод, синие поломка, зеленые вредители. Всего 36 кубиков каждого вида. Болезни и нехватка пунктов. А они случайно определяют или на определенные... Случайно раскладывают. По одному кубику случайному бедствия. То есть ты их с какого-то темного мешочка должен будешь доставать. Да, это перемешать как-то надо доставать. Все. И некоторые подношения требуют бедствий. Доставать их не будем, поэтому к следующей... Да, давай подношения. Можно, короче, бедствия подносить. Да, у нас в этой игре их не будет, но в следующей партии вначале у нас будет на каждом здании по бедствию. Нормально. Отправляешь народ. Не хотите немножко болезни? Или разбойники? Скорее всего вот эти кубики обозначают, что мы получаем какой-то ресурс для борьбы с этим бедствием. А, может быть, да. Потому что если в лесу случится поломка, я думаю, что этого никто даже не заметит. Ну да, ты типа в лесу нашел что-то, чтобы справиться с какой-то поломка. Наверное, да. Ходите дальше. Я походил. Это в архив. У меня появилась кондитерская, я теперь могу... Не в архив, а в этот. Да. Вот сюда положи, к следующей парте будем раскладывать. Да. Теперь за два желтых бедствия можно получить четыре пабельных очка. Круто. Сходи. Я не знаю, что такое желтенькое. Это голод, наверное. Это голод. Походил. Вот, то есть я справлюсь с двумя голодами. Кондитерская справляется с голодом? Да. Не уверен. Хлебный завод лучше помогает с голодом, чем кондитерская. Это Илюзия. Ходите. Я хожу, я думаю. МТФ неплохо помогает. Три. Тоже дали. Так, я пойду сюда. За одну эту штучечку. Получил металл. И одно победное очко. Одно. Ходи. Уичи проснется. Да ты ходи, ходи, не отвлекайся. Да ладно. Да ладно, на чё тут ходи. Да, вовсе. Голед. Вбери, пожалуйста, в этот архив. И получил одну монетку, одну победную очко и один ресурс. Когда ставишь голедную. Любой. Зам, а что ничего не могу? Да. Забирай. Да, я забираю. Наконец-то мой голед обошел в лес. Получил это место. А, ты два леса хочешь? Конечно. Хорошо. А, у тебя уже для здания. Обыдных дерева надо. Всё, я понял. Так, я теперь, у меня всё просто, а я всё забрал. Так, я пошёл на дирижабль, потратил три влияния. Дом построил. Потратил две тыквы, кирпич и дерево, а построил дендрорит. О, это там, где можно случайные цели брать. Да. За тыкву. Да. За тыкву случайно. Тыкву, кто никого нет. Получил тыкву, получил тыкву. Тыкву никому не нужны, их ни у кого нет. Никому не нужны, чё это ты начнёшь? Так, это у тебя остаётся, ты теперь можешь ящик открыть. Отлично, займёмся. На босуде. А, и пять победных очков. 8, 9, 13. Подожди, я открыл... Ты открыл, не 53, ты открыл просто здание, тебе в руку поупало. Чё ты открыл? Поупал. Я ящик открыл. Натер, подвинь там. Ящик открыл. А, да. Значит, два. После того, как я открывал ящик, мне прибавили пять победных? Нет. Нет. Вот давайте. Хватит тушь пить. 19, 24. 24. Серёга сейчас построил здание, поэтому может ещё на престиж пойти. Я знаю, кого там нет. Клауди. Ооо, чё там мы вот это вот затупили? Да потому что все отвлекаются. Да? Тредят, нету. Я всё, хорошо. Я пытаюсь выиграть в эту игру, я сосредоточил. А, давай. Давай. В эту чё, в эту уже понятно. Вон, посмотри. Всё понятно. В эту игру, да. Он готовился просто. Ходи, ходи. Да, наверняка. Он знал правил. Конечно. Я все карты подтасовал. Отклеивал и приклеивал эти штуки. Да. Чтобы, короче, всё было так, чтобы только у меня. Да. Всё так и есть. Ходи. Блин, раскусили вообще, а. Понятно. Ничего от вас не скоро. Да ясно. Выталкиваю своего чувака. Плачу одну фишку. Получаю один металл. И одну победную ящику. Блин. Ходите. Как же мне тебя любить? Я открою ящик. Не могу я это сделать? Подвинь там эту. Ящик открывает? Да. Руслан ящик открывает. 36. Знаешь, сирены такие, мигалки. У меня закончились вот эти бубуйни в конце моего года. 21. О. У меня бубуйни нет. Руслан ящик открывает. 36. Очки себе начисли. За ящик. За ящик ещё. Подвинули. Подвинули. 36. Давай мне в архив эту карточку. Я что-то обескуражен. Таким поступком. Читайте правило 36. Она, по-моему, уже есть. Это на союзе не было. 39, 32. Да, есть. Зелёный ничего не забывал? Не, а он ничего не делал. У меня ж ничего изначально не было. Вот, вот. Слышно ничего? А, это бедствие важнее. Вообще ничего. Вот, личность. Всё. У меня было только личность. Фигня какая. Арсенал. Нули и личность. О, арсенал. Сейчас война начнётся. Тоже бедствие. Наконец-то. Там мечи ковать можно. Наконец-то. За два красных бедствия получить 4 очка. Наконец-то у нас начнётся война. Красный это что? Это какое-то бедствие. Недовольство. Страшно. Революцион. Ви валики в сфере. О, революцион. Здравствуйте. Сюда там. Скидывай. Короче, да. От двух разбойников. Повал мечи, конечно, на 4 очка. Да. У меня кондитерская. Ничего. 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 Другие. А я ни с чем не буду бороться. Поставь свой катарак. Да. И мне... Дайте поворот почитать, пожалуйста. Плавить металл на золото. Когда вы выставляете... Мне сейчас просто интересно. Когда вы выставляете повара... Я возвращаю вот эту штучку. Так. Я это возвращаю до того, как я ее должен заплатить. Или после. Мне это важно. Ты же, когда ставишь повара, ты должен заплатить. Да. А потом получаешь эффект. Сережа, надо. Чтобы выставить, ты должен заплатить. Если у меня этого буйни нету, я ничего не получу. Не можешь. Чтобы выставить, ты должен заплатить. Я построил здание. Подвиньте мне. Ой. Ну логично, да. Ничего себе. На, наклейни. Четня моя закончена. На рынок построи. Вот наклейни. Наконец. У меня хоть что-то. У-у-у, 5 победных очков. Получил, да, 11 стоп. За вот последний открытый ящик получили по длиночке? У меня нет очков. Ну, двинули вот, двинули, двинули, да. Что ты там построил? рынок за дерево лично ну вот как у меня так я сюда не могу все это будет в этих наклейках глаза будет рябить вообще потом выучу чтобы не ну тут вот видно что кирпича туплю металл ходить вот сюда кто один туда на тебе дайте мне одну пшеницу на престиж может поставиться а у тебя нечего кого-то я да нечего ему не стоит все а подвинуть за что за то что его ход закончился у меня буй буй да серега там убью так пошел сюда заплатил пшеницу и получил монетку и получил назравил вот эту фигню да я выполняю условия у меня есть три помощника вот они значей докер и маэс 2 на ну метре красавчик не должен лучше раньше это сделать начислите мне пожалуйста 5 очков ты где синий синий 27 27 ходить и при посещении трибуны можете получить одну репутацию а у меня нет и в конце моего хода так у меня закончились эти штуки я двигаю молодые блин всегда когда ты заканчиваешь ход без этих ускоряется сейчас уже закончится парт ну так что просто сейчас смотрю да это надо смотреть ход другого игрока в лес иди не ругайтесь в лес это не ругаться это иди в лес пора в лес все мы уже не выполнят а ты ты получил кошечку в огород у меня это твоя земля то вечно кошки по чужим огородом лайма зато стали облачный порт эту фигню хоп вот две монетки а не не туда хоп вот сюда вот хоп о да ладно получил две монетки получил три а три да три и здесь и вот здесь еще одно победное ну одно три и плюс один читается 11 плюс а 4 а на хорошо ходить толкните моего повара куда ни какой твой синий куда деть повара да он за монетки получить а это что повара и сюда еще одном полу ну здесь вот монеты за ауты нечего ну да по забирай повара некуда девать только повара можешь получить еще одну и одну повинную очку и за дыру по 2 да а все сейчас закончится пошел в карьер все кирпич я всех собрал по 2 подвину я каталась кота взял у тебя шли горятику бруно кота кота да ну ты же голем есть бруно кота то есть это мужик кота да он же вот руна кота по одному миппу можно стоит только он ресурсы для цели делает но потом тоже деньги на поток а кота до ресурс не а зачем тебе стаса или ты кота себе хочешь оставить считаются в сумме сумме считаются и ресурсы и не ели да забрал всех своих ресурсы любые ходи ты кстати не подвинул эту за что а за что за то что он закончил ход он подвинул от вино себя поставил себя повара вернул вот понеслась а из где 2 и пшеницу нету на халяву два ресурса нету забрал подвинул за дэн подвинул нет нет у меня уже тебя есть да взял камень твой металл подвину подвину туда диму поставить четверо работа туда не поставил было тоже придется собирать всех давай в лес деревяшка и и металл и металл хорошо пришел сюда вот эту потратил потрачены потрачено получил монет 2 монет яда у тебя нету теперь да это фиша нету и теперь двигай да мне теперь больше не надо все нашел я взял еще кирпич и выполнить этот хороший пошел сюда взял еще один металл и подвинул все давайте давайте игра заканчивается на торопитесь последняя репутация закончилась вот эти два хода но закончился твой твой я да ладно успел прийти среди момент 12 отдавай в архив 12 опять 36 еще 10 еще убийстве описание 37 это уже все есть наши беды свои развели я я и я не в нем уже помог королева для борьбы и сбитых работаете только для себя я видимо англичанин в этом мире это аптека на тебе аптеку вот такая аптека это же народная медицина тыквенная аптека здесь еще улица и фонарь на будешь нахрен о клево а че он уже здесь женщина это не женщина он такой же как ты патайландский все нормально аптека не такая женщина не такая а это пузо это поставь плюс 5 плюс 5 очков да ну и мой последний синий трибунал вот эту вот попал 3 у вас хотя бы три фишки влияния на таблице да вот сюда вот хоп получил петку 20 20 отлично вторую десяток себя набрал судя ты же забыл сказать что там за 10 я говорил я все помню у меня кончилось все конец заканчиваем игру теперь стираем сейчас подожди давай по порядку конец игры 1 подсчет очков в порядке хода игроки получают по за репутацию и карты со значком каким-то вот таким но такого значка что за значок часики часики нету ни у кого значит а вот он кстати такой же это типа карты на конец игры наверное какие то будут приносить будут теперь за вот эту за репутацию и так первое место у нас желтый и синий по 10 и черный черный и черному им всем по два по по 10 20 37 37 желтый это 34 34 и черный 23 2 место красный разбирайте свои цвета второе место красный и фиолетовый им по 7 28 а я вроде как 3 того что нету третьего места им я чуть-чуть поставил да да смысле у меня нету у меня нету но в итоге нету третьего места ну и все если тут ничего не стоит значит нету почему я очень помогал королю ну извини он не оценил он не оценил да не буду больше его полагать дальше слава получите славу в зависимости от положения на шкале победных очков достаньте из каталога карту номер восемнадцать получите почитайте перед следующим шагом на этом уже пом сделали сначала надо получить значит славу за каждые десять очков вот на этом треке ты получаешь одну звездочку ух ты две звездочки давай маркером отмечать на да берите так у меня там сколько у тебя 37 33 о я качнул мешок на 3 хорошо дальше серёга у тебя 23 2 можешь вкачать теперь я понимаю но нам тобой это беда что лучше вкачивать что вкачано лучше довести до конца это бонус который ты будешь получать в начале каждой игры либо один любой ресурс либо одну монет или символ дает и победных очка любое бедствие сразу можешь вот сюда в фишку выставить любого слугу прокачать свой сундук можешь потом получить оттуда лежу на заркачать сундук емкость сундука сейчас у тебя все на единичке сейчас конце игры ты сможешь сохранить один любой ресурс одну монетку одну вот такую карту и вот эту вот эту карту и 1 слугу ты мы ты будешь вкачивать сундук как хочешь и уже больше я еще и победил сразу ты победила закрашивай себе кубок насколько у меня 2 2 2 2 2 2 звезды может зарисовать потому что синий он там должно стереться это сейчас подожди а это до победы стирается вначале это делая а потом все остальное старается давай маркер он один на всех не за можно с другой стороны взять так дальше с другой стороны тоньше а пофиг для тех кто любит тоненько вывести да с другой стороны про меня хайлайты у тебя двадцать восемь два два эх чуть не качнулся не докачался у меня двадцать думай пока у тебя сколько два ну два у меня три у меня два и у тебя тоже два это вот эти ресурсы они когда прокачают лучше 1 раз и начали теперь один любой кубик победители игрок с наибольшим количеством очков закрашивает этот закрасил проигравший бла-бла-бла это все ерунда теперь открываем вот эту штуку вот петерублевка и пригодится давай итак давайте больше всех монет и ресурсов считаем у себя количество монет вы 3 11 считайте я посчитал мне не зло 6 а мне тоже 2 10 4 офигеть у меня 11 2 0 3 кто вас кто вошел то есть мы еще и не знали для чего мы это копили да да сейчас ты все это королю отправил до поляня оля-ля завтра крыса еще звездочки будут закрашиваться может быть это негативный у нас бед может это саксонская империя близко выложить эту карту на игру в конце игры 2 до шагов а это на воду выдайте славу выдайте славу в соответствии с правилами вехи и сделайте следующий выбор то есть тот кто первый этот получает одну это мне звезда у меня получается все 4 итак и сделайте следующий выбор а выбирает кто в конце игры игрок с наибольшим количеством фишек засчитывает варианты да я выбираю и так первое если хотите получить награду за собранные монеты откройте ящик а если хотите хотите получить награду за собранные ресурсы ящик б за монеты после того как вскроете один из этих ящиков уберите эту карту в архив но тут опять же если хотим за монеты король будет недоволен да вот да 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 если хотим за девать короля за ресурсы я когда пошел на южный представитель не согласен с вами северные братья а если хотим если хочу за ресурсы тогда выбираю я но ты выбираешь по этому действию давай троллить короля у вас есть кошатник я тоже за ящик мы не голосуем он самый понятно но он в любом случае ящик какой-то откроет просто будет что-то да либо а либо б у нас есть так ладно я буду жадным вот так мы до серпа и до игры я буду жать я получу монеты за монеты короче скроем ящик а ящик читайте первыми 124 я скорее всего за японию то она была я тебя закидываю за саксовской империи из леса жадины зеленоземья вечный король расстроен что все ваши мысли заняты деньгами которые в королевстве и так избыток странно но при попытке доставить монеты вечный наград вы натыкаетесь на непроходимый невидимый барьер достаньте из каталога все карты лежащие внутри ящика а и следуйте инструкциям на них некоторые карты заменяет устаревшие правила ледописи наклейте их поверх и старых правил поверх правил будет приклеена золото нельзя и потом остальное прочитаю сейчас написано скорее всего по золоту нам не нужно а подожди 125-127 а зачем бездарный на дерево ух ты духовые правила это ж не золото 25-26 давай почитаем итак слушайте теперь в конце игры ой давай с этой начнем нет с первой начнем правила на конец игры меняются первая века разыграйте карту веки каждый выполнивший ее игрок получает звезду это было подсчет очков в порядке хода игроки получают по за репутацию и карты так а вот тут стрелочками обозначены новые теперь проигравшие увеличьте емкость для любого из элементов на один в своем сундуке вот сейчас проиграл ну это потом подожди я проиграл единственный а это сейчас ты сейчас открыл да ты уже сейчас нет он открывает это одно начало подсчета а проигравший тут один лежащий внутри ящика проигравший нет а исследуйте инструкции на них это мы веку смотрите мы изучаем веку потом считаем очки получаем славу победители игроки с наибольшим количеством ПО закрашивают сундучок теперь да проигравший сейчас подожди вот это все делается до веки потом проигравший сделаете давай это новые правила на конец игры дальше еще что там следующее отметьте личности которые закрасить этот сброс с учетом емкости ну понятно почистить все остальное как было так еще вот следующую карту открыть потому что написано следуйте инструкциям на них следую так надо сейчас проследовать а потом дальше следовать да что у всех увеличивается кто проигравший а проигравший или проигравшие все ПРОИГРАВШИЕ ВСЕХ все кроме тебя не не ну давай я не пойму почему тут просто дальше написано первое действие каждый игрок получает по одному победному очку за каждую монету в личном запасе то есть мы еще не окончили мы еще это не окончили а потом будет вот это да да то есть сначала эту карту всю выполняешь потому что ты еще не выиграл да у меня здесь шесть на самом деле 6 это ты 43 но это у тебя плюс одно вообще закрашенное действие получается подожди 1 2 подожди и мы поспешили лишь 4 5 6 но да подожди 7 8 9 10 11 не 11 король ну это тоже плюс одна клеточка чтобы не подожди куда вы блин спешите ну давай давай правило и . вот теперь выполните все шаги на карте конец игры начиная со второго добавьте ее в летопись вместе с остальными картами подготовки и зачитайте новую веху новая веха я достал потом почитаю вот теперь мы веху разыгрываем вот считаем очки считаем очки ты победитель я победить победител на ты себе закрашиваешь а все проигравшие увеличивают емкость для любого из элементов на один своем да то есть я ничего не увеличиваю а вы увеличиваете чухать это у меня получается один больше клеточку то можно было ты будешь начинать игру я еще не закрашивал меня четыре это одно победное плюс одно вот за это за то что выпаду 5 я опять что прокачиваю офигеть это круто эти да давай да серега ну надо закрасить так вот это теперь история то что король недоволен влияется в летописи то есть если бы он был доволен был бы другой исход сорта да да ветка ушла другая мы бы другую коробку открыли тогда прикольно тут еще разметляется это же легоси по одному говорим тихо все сейчас закрашивали личности сразу которые играли закрасьте свои вот эти вот треугольнички если сработало какие треугольнички у него тебя нет нет ты ими играл и в конце всей игры ты за таких нет забудь зовут это же за которые ты играл ты получишь очки в самом-самом так у меня был крестьянин моя после посещения здания плату которого входит получить одно победное очко это было я ходил на рынок поэтому я закрываю нас 2 крестьянина я закрашиваю закрашиваете рудо этих своих личностей закрасили за у меня не подожди я сейчас на 5 про проекту можно чего или я получаю за это и один то что цель я тоже кстати а я уже закрасил себе на 4 теперь давайте взброс с учетом блин я емкостью сундука складывайте все все свое имущество складывайте с учетом сундука взброса если у меня не было ресурса то я не могу у меня все просто блин карту одну только можно у меня все очень просто у меня там есть сундук личности вот эти карты смотри вот такие карты уходят все или все всегда сброс такие карты всех сундук уходят вот так на рубашку да поможет теперь вот эти я могу только одну выбрать одна монета одна карта а два листа это все тоже да это все себе да ты делал два ресурса я я я тоже взял дворец зря почему зря у меня два кирпича я сразу куплю голема два ресурса которые у тебя у тебя у меня они у тебя лежали на будущее имеет смысл брать второго миппла что сразу стоишь с поваром и фигней да вот это кайф вот это кайф если он у тебя есть я купишь следующий маркер у кого они останутся заново следующий партию но в следующей партии получать остается двое понятно так все все сложили я короче сохранился повара зерно и карту это мой друг я металл сохранить и одно монет сундук я сохранил два металла одну монету это это ничего не сохранил ящик и свои компоненты своего цвета оставляйте себе да серьезно и вот туда сбросился компоненты своего цвета всю нему свой цвет зеленые просто там нужны должно 12 штук у меня только вот и так но я только вот это карта а зачитывая новую счет новая веха на следующую карту на эту игру меньше всех выполненных целей король советует сосредоточиться на странице зданий и вскрытие ящиков на раннем этапе роддерей вы все еще удивляетесь тому как часто король с вами общается до переезда все ваши общения с двором ограничивалось сборщиками налогом почему ему так важно наша маленькая деревня а потому что он король до черта узнает живем все в лесу никого не трогали так депо теперь я тебя уже они вот зерой к этому фигулинку еще не собрал дальше слушайте подготовка незанятые владения правило номер два обновляется в подготовку новые правила вносится чтобы деревня продолжала расти равномерно выполните каждый из этих этапов с каждым незанятым владением у нас такого не если в нем остался хотя бы один пустой участок вот он нет не заняты это те заказа который никто не играл у нас таких нет поэтому давай это сразу замешайте колоду то есть не важно нет у нас это я тебе что дальше подготовка общий и личный запас значит веха выложите текущую веху на игровое поле сделали же первый личный запас выберите одну карту личности из своего сундука положите перед собой карты развития рабочих и 12 фишек влияния положите фишки игроков на нулевое деление школы но обычно это подготовка к игре ну что то постоянные награды за славу я их читаю постоянные награды за славу в порядке обратном ходу игры игроки получают награды за заполненные ряды славы на своих сундуках но вот эти то есть ничего особенного не добавил ничего не изменилось все давайте еще одну порцию все согласны ну да да быстренько быстрее читать это давайте давай у нас уже вон там все открыто я вообще красавчик да да и верили в даре удлиносить друзья пока вы еще здесь одна маленькая просьба мы тут открыли твой игровой лайв канал куда собираемся выкладывать все что не касается настольных игр но тоже нам интересно это возможно будут видеоигры литература музыка и многое другое будем рады если загляните и подпишитесь спасибо вы крутые мы вас очень любим пока